В современных реалиях покупатели, заходя в магазин, сталкиваются с огромным выбором товаров. В каждой нише буквально представлено по несколько вариантов. На что же стоит обращать внимание помимо упаковки? Ну, конечно же, на маркировочные знаки. О том, что это такое и для чего они предназначены, в репортаже Оксаны Перевозниковой. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя. В этом году он проходит под общим лозунгом «экологичность товара». Но большинство из нас не понимают, что скрыто за красивой упаковкой. Сориентироваться в товарах поможет маркировка. Потребители зачастую не знают, что обозначают знаки, которые наносятся на упаковку товаров. А знаков этих великое множество, и некоторые несут очень важную экологическую информацию. Например, знак «Листок жизни» говорит о том, что товар соответствует строгому экологическому стандарту и произведен с минимумом негативного воздействия на окружающую среду. Часто можно встретить знак «Треугольник из трех стрелок» – лента Мебиуса. Он указывает на то, что продукт подлежит вторичной переработке. Цифра внутри треугольника означает, из какого вида материала сделан предмет – пластик, стекло, бумага или металл. К экологичным относится и знак «ФСС». Такая маркировка встречается на вещах из бумаги или дерева и означает, что материал выработан в лесах с экологичным ответственным хозяйством. Милый зайчик на маркировке – это не прихоть производителя, а знак того, что продукт не тестирован на животных. Совсем редко, но все же можно встретить на упаковке экзотический знак тропической лягушкой. Значок «Лягушка» – довольно редкий значок. Он наносится на продукты переработки какао, чай, кофе, бананы. Означает он то, что продукты происходят из ферм, которые расположены рядом с тропическими лесами и гарантирует, что производство данной продукции не навредило флоре и фауне региона. На электроприборы дополнительно наносится маркировка, показывающая его энергоэффективность. С двумя плюсами значит, что товар потребляет минимум энергии. Ниже, соответственно, товары будут, если будет наноситься маркировка соответствующая, будет потреблять товар больше энергии. Также можно увидеть на данной упаковке перечеркнутый мусорный контейнер. Это значит, что электроприбор нельзя выкидывать в мусор, так как он обладает высокой токсичностью. И, наконец, знаки могут подсказывать потребителю, как правильно утилизировать упаковку. Иногда достаточно просто взглянуть на знак утилизации, чтобы понять, как с ней поступить. Оксана Перевозникова, Вячеслав Шумов, программа «Утро». Сегодня, 15 марта, отмечается Международный день защиты прав потребителей, которые в этом году встречают с девизом экологичного потребления и производства товаров. И по этому поводу сегодня утром у нас в студии ведущий специалист-эксперт Сергея Посадского территориального отдела Роспотребнадзора Арина Акимова. Арина, доброе утро. Доброе утро. Надпись «ЭКО» на товарах действительно ли настолько правильная и нужна, и привлекает покупателей, нежели без этой надписи товара? Маркировка «ЭКО» не означает, что продукт полезен для человека. Эта надпись указывает на то, что в процессе производства, хранения, утилизации данного товара не наносится вред окружающей среде. То есть, покупая данную продукцию, вы можете быть уверены в том, что вред не наносится природе. Арина, а что насчет надписи «БИО»? Насколько она полезна для потребления? Эти такие товары? Стоит обратить внимание, что маркировка «БИО» допустима лишь для молокосодержащей продукции, которая обогащается пробиотиками и пребиотиками, способствующими нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта. В отношении остальных товаров, скорее всего, это лишь маркетинговый ход производителей. Арина, должен ли как-нибудь производитель данных товаров технически регламентировать, если он использует на своих упаковках эти надписи «ЭКО», «БИО» и так далее? Закон о техническом регулировании также принят с целью предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. А также основными принципами ГОСТа ИСО 14.020 и 14.021 является принцип проверяемости экологических заявлений производителя. Таким образом, производитель должен подтверждать документацией своей все экологические заявления, которые он в отношении товара заявляет. А что насчет красивой надписи «Органик», красивой маркировки «Органик»? Действительно, все это органически чистое. А вот знак «Органик» дает покупателям гарантию безопасности продукции. То есть, этот знак указывает на то, что в продукте не содержится пестицидов, красителей, консервантов, и данный продукт прошел испытание аккредитованным сертифицированным центром. Также этот знак получить достаточно нелегко, и производители с целью сбыта товаров указывают на маркировки товаров фантазийные словосочетания, такие как «органическое чудо», к примеру. Но это не значит, что товар безопасен. Подтверждением безопасности может быть только знак «Органик». Знак выглядит таким образом, и он регламентирован ГОСТом. Арина, в последнее время на некоторой категории товаров стали появляться цифровые знаки QR-коды, то есть на молочной продукции, на минеральной воде. Что это такое, для чего это делается? Честный знак – это национальная система прослеживаемости товаров. На продукцию наносится двумерный матричный код, называется «Датаматрикс». Таким образом, потребитель может скачать приложение «Честный знак» и с помощью смартфона нанести камеру на данный «Датаматрикс» знак и увидеть всю информацию о продукте. К примеру, срок годности, производитель, и убедиться в подлинности данного продукта. Таким образом, потребитель может отследить перемещение продукта от производителя до конечного потребителя. Арина, какой перечень товаров должен быть маркирован вот этим «Датаматриксом»? В перечень товаров включены товары из натурального меха, молочная продукция, упакованная вода, табачная продукция, духи, туалетная вода, обувь, шины, покрышки, фотокамеры, фотовспышки, белье постельное, столовая, туалетная, кухонная. Арина, спасибо, что нашли время и пришли. Спасибо за вашу нелегкую работу. С наступающим вашим профессиональным праздником. А у нас в гостях была ведущая специалист-эксперт Сергея Посадского территориального отделения Роспотребнадзора Арина Акимова. Роспотребнадзора Арина Акимова